Новые приключения Питера Пэна и его друзей Первая серия. Питер Пэн вернулся Наверное, многие из вас читали книгу о Питере Пенне, а некоторые смотрели фильм или мультфильм. И наверняка у многих возникал вопрос, а что было после того, как девочка Венди и ее братья Джон и Майкл вернулись домой, но перед тем, как они стали взрослыми? Ведь за это время с ними могло произойти много интересных и захватывающих приключений, и они не раз могли встретиться с Питером Пенном. Многие из вас представляли эти новые приключения, и вы их ждали, и не зря. Сегодня мы вам расскажем продолжение этой истории. Устраивайтесь поудобнее, Как вы помните, Венди, Джон и Майкл прилетели домой. Мистер и миссис Дарлинг и собака Нэна были счастливы. Они ждали, когда вернутся дети, и дождались. Атмосфера в доме стала праздничной. Тем не менее, родители не давал покой один вопрос. Родные вы мои, дети, куда вы пропали? Мы себе места не могли найти. Я все понял. Я был неправ. Я не должен был бы гонять Нэну из дома. Я повел себя неправильно. Настоящие джентльмены так не поступают. Мама, папа, успокойтесь. Мы вам все сейчас расскажем. Только вы слушайте нас, мы вас просим. Хорошо, мы вас слушаем. Когда Нэну выгнали из дома, мы сильно загрустили. Можно сказать, практически обиделись. Наверное, все-таки обиделись совсем, а не практически. Ну да. Мы пошли спать. И тут у окна появился Петер Пен. Он играл на дудочке. Я проснулась и увидела его. И мы с ним познакомились. Он мне подарил этот желудь. Петер предложил мне полететь на остров, где полно различных чудес. И где можно было встретить феи пиратов. Я согласилась. Но одна я не могла полететь. Как же я могу без своих братьев? Конечно. Венди нас разбудила. Когда мы увидели Петера Пена, мы обрадовались. Мы хотели полететь, но мы же не умеем летать. И тогда он достал волшебную пыльцу, подул на нее и мы взлетели. И мы полетели на тот самый остров. А на острове живут потерянные мальчики. Петер Пен у них капитан. Им очень не хватало мамы. А как дети могут жить без родителей? Правда, один из этих мальчишек пустил стрелу в Венди. Хорошо, что стрела попала в желудь. Этот подарок спас мне жизнь. А зачем мальчишка в тебя выстрелил, Венди? Фея Динь-Динь уговорила их пустить в меня стрелу. Ревновала она меня к Петеру. Мальчики извинились и решили сделать для меня домик. Правда, мы не знали, что за нами следят пираты. Особенно тот страшный пират, у которого вместо одной руки был Крюк. Его так и звали Капитан Крюк. Вечером пираты схватили нас и потерянных мальчишек. Всех, кроме Питера Пена. Он остался дома. Крюк хотел его отравить, но пирату не удалось это сделать. Мы уже не надеялись вернуться домой, но тут прилетел Питер и спас нас. А Капитана Крюка он убил, вы бы видели, как Питер сражался. А потом мы вернулись домой. Мы так соскучились по вам, мама, папа, как вас не хватало. Только пообещайте, что больше не будете выгонять Нену, иначе мы снова обидимся и улетим. Не будем, честное слово, не будем. Нена будет всегда с нами, и никто её не выгонит из дома. Спасибо, мама! Спасибо, папа! Ох, мои родные! Послушайте, раз вы видели Питера Пена, расскажите, какой он и как он выглядит. Он вас не обижал? Он был настоящим джентльменом? Питер нас не обижал. Он очень весёлый и добрый мальчик. С ним не соскучишься. Ага, да. Нам хочется снова полететь с Питером Пеном на тот волшебный остров, но не сейчас. Вы что, боитесь, что мы снова выгоним Нену из дома? Хе-хе-хе! Нет, папа, просто мы хотим туда вернуться. Нам понравилось, правда? Конечно! Зачем вам туда? А как же мы? Не волнуйся, мама. Когда мы снова полетим на остров, мы вам скажем об этом, и вы увидите Питера Пена. Но даже если мы улетим, то совсем ненадолго. Да, а потерянным мальчикам нужна мама. Хм... А что, если мы их усыновим? Но, дорогая... Джордж, подумай о детях. К тому же дом у нас большой. На всех места хватит. Но, дорогая, ведь... Никаких «но». Мы позаботимся о них. Я буду тебе помогать, мама. Спасибо, Венди. Венди, а когда мы снова полетим на остров? Я думаю, после Рождества. Ой, сегодня же Рождество! Да, точно! Сегодня Рождество! Как я люблю Рождество! На Рождество дарят подарки! Вечером Санта Клаус вам принесет подарки. Ура! Мы сейчас пойдем накрывать на стол. Надо подготовиться к Рождеству. Пойдем, Джордж. Вся семья начала готовиться к празднованию Рождества. Мистер и миссис Дарлинг стали накрывать на стол. А дети стали думать, какие подарки они получат на Рождество. Интересно, а что нам принесет Санта Клаус? Я думаю, он нам принесет то, что мы хотели. Я, например, хотел получить игрушечную лошадку. А ты что хотел бы, Джон? Новую книгу. А ты, Венди? Венди, а ты чего бы хотела получить на Рождество? Не знаю. Я хотела коклу. Нет, я хочу на Рождество получить набор для вязания. Хотела бы что-нибудь связать. Будет здорово, если я получу такой подарок. Может быть, я смогу сделать картину? А разве картинки можно сшить? Да, можно. Картины не только рисуют. Некоторые люди с помощью разноцветных ниток создают красивые картины. И они получаются ничуть не хуже, чем обычные. Ого! Не понимаю, а как можно из ниток сделать картину? Когда я получу подарок, я обязательно тебе покажу, как можно сделать картину из ниток. Ладно. Нена, а ты бы чего хотела? Я думаю, она уже получила то, что хотела. Она снова дома. Мы рады, что она вернулась домой. Дети, рождественский ужин готов. Прошу к столу. Ура! Дети пришли к столу. Нена также пришла в комнату. Сначала все немного поели, а затем миссис Дарлинг начала свою поздравительную речь. Дорогие дети, сегодня мы встречаем самый главный праздник в году – Рождество. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы всегда были счастливы, чтобы вы не болели, чтобы вы никогда не грустили и не ссорились. Да. И мы хотим, чтобы это Рождество было самым лучшим для вас. Мы вас очень любим, правда? Вы у нас самые лучшие дети на свете. А вы у нас самые лучшие мама и папа на свете. Да. Спасибо, мои дорогие. Мы вас от всего сердца поздравляем с Рождеством. С праздником! Ура! С Рождеством! А сейчас, я думаю, будет самая интересная часть праздника. Как вы думаете, какая? Подарки! Правильно. Но прежде чем их получить, вам нужно чуть-чуть подождать. Совсем немного. Пять минут. Через пять минут придет Санта-Клаус? Да. Идите в свою комнату. Мы вас позовем. Хорошо, мама. Дети вернулись в свою комнату. А мистер и миссис Дарлинг пошли в другую комнату. Скорее бы уже пять минут прошли. Пройдут, Майкл, не переживай. Надо немножечко потерпеть. Да, придется потерпеть. Хм. А я вот подумал. А что, если подарки нам принесет не Санта-Клаус, а Питер Пен? Я об этом тоже вдруг подумала. И я. С чего это вдруг? Интересно. Хе-хе-хей! Ха-ха! А? А? Кто это был? Хм. Мне это послышалось? Или это был чей-то голос? Тебе не послышалось, Венди. Я тоже слышал этот голос. Майкл, а ты слышал? Да. Неужели это Питер Пен вернулся? Питер Пен? Что-то мне подсказывает, что так оно и есть. Питер! Я его не вижу. Но сердцем чувствую, что это был Питер. Так, Джордж, нужно положить подарки под елку. Ты не помнишь, куда мы их принесли вчера? Если я не ошибаюсь, они в нашей комнате. Мы их оставили там. Скорее, иди в комнату и принеси их сюда. Хорошо, дорогая, хорошо. Сейчас принесу. А в комнату проник. Нет, не Санта-Клаус. Это был Питер Пен. Питер взял мешок, взял красную шапку и красную куртку, забрал все подарки и улетел. Ха-па! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хм, дорогая, я не могу найти подарки. Они словно исчезли. Не может такого быть. Мы же их оставили в этой комнате. Ты случайно никуда не убрал подарки? Хм, нет. Тогда где они? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Санта-Клаус? Санта-Клаус! Ура! Дети выбежали из комнаты к рождественской елке. У елки появился Питер Пен, который был в костюме Санта-Клауса. Ха-ха! Здравствуйте, здравствуйте! Я Санта-Клаус! Я принес подарки детям, ведь сегодня Рождество! О-о-о! Ура! Подарки! Ха-ха-ха! Сначала подарок для самого маленького. Так. Где же подарок для Майкла? А, вот он. Вот. Малыш, это от тебя. С Рождеством тебя. Спасибо, Санта-Клаус! Интересно, что там? Можно открыть коробку? Да, можно, конечно. Так. О-о-о! Это же игрушечная лошадка! Как я хотел! Ура! Спасибо! Спасибо! Джордж, что же ты мне не сказал, что решил пригласить актера в наш дом? Я вообще-то никого не приглашал. Как не приглашал, если актер уже пришел? Почему я узнаю обо всем в последнюю очередь? Так. А теперь подарок старшему мальчику. Вот. Держи. Огромное спасибо. Так. Ух ты! Книжка! Алиса в стране чудес! Я ее очень хотел! Спасибо! Спасибо! Пожалуйста! А теперь подарок самой красивой девочке, которая была очень хорошей мамой для потерянных мальчиков. О! А откуда вы знаете? Ха-ха! Санта Клаус знает все! Хо-хо! Он же ведь смотрит, кто как себя вел в выходящем году! А! Ну да! Точно! Вот. Держи. Этот подарок тебе, Бенди. А ты не застенит на сезон! Спасибо! Санта Клаус! Конечно, я Санта Клаус, я ведь принес подарки Вы уверены в этом? Ну, а хотите знать правду? Конечно, скажите как есть Хорошо, тогда встречайте, я Питер Пен Питер Пен! Питер Пен! Питер, ты вернулся! Да, я вернулся и решил устроить такой сюрприз Питер, мы много слышали о тебе, но мы никогда тебя не видели А это потому, что я прихожу к детям, а не к взрослым Питер, как там мальчики? Скучают по тебе, Венди, и тоскуют Они говорят, что им очень не хватает мамы Надо их взять к нам домой, мы их будем воспитывать Мама согласилась, правда? Конечно Я хочу, чтобы все праздновали Рождество дома Это неправильно, когда дети живут без родителей У каждого ребенка должны быть мама и папа Мы полетим за мальчишками, прямо сейчас Прямо сейчас? Мама, папа, мы ненадолго Мы возьмем мальчиков и прилетим обратно домой Честно, нас пираты больше не остановят Потому что мы их победили Пожалуйста, мамочка, можно мы полетим на остров? Ну, пожалуйста Хорошо, летите, мы будем ждать вас Ура! О, мы взлетели! Мы взлетели! Ура! Мы снова летим! Чудеса! Ха, такого Лондон еще не видел Ха-ха, видел, сэр, видел! И не один раз! Пока, мама! Пока, папа! Мы скоро вернемся! Пока! Возвращайтесь поскорее! Мы вас ждем! Пока! Венди и ее братья полетели за Питером Пеном на остров За потерянными мальчиками А что будет дальше, вы узнаете в следующей серии